Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «При мудрости Соломона» и сегодня третья глава. Во второй главе автор приводил аргументы неверующих людей против почитания Бога. Здесь же он разбирает последний аргумент о том, что Бога нет или он не такой, как его представляют верующие. Почему? Потому что праведники страдают. И вот автор говорит о душе праведных в руке Божьей, и мучение коснется их. Во второй главе говорится о мучениях, здесь мучение коснется их. И скорее всего можно предположить, что речь идет о посмертных мучениях. Вот это образ в руке Божьей, когда что-то ценное мы сжимаем в кулаке, аккуратно, не раздавливая. Так и здесь мы вот в такой руке Бог положил нас и спрятал. «В глазах неразумных они казались умершими, исход их считался погибелью, и отшествие их от нас уничтожением, но они пребывают в мире». Вот эта книга была написана на самом рубеже эпох между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И если Ветхий Завет говорит о том, что участь всех людей одинаковая, все люди отправляются в Шеол, или как переведено в греческом тексте, в ад, где все пребывают без Бога в таком мире, в мире без радости. Да, нельзя говорить, что это такие-то великие страдания, но это такой мир, где находятся души всех умерших. То вот здесь уже в этой книге звучит весть или мысль о том, что вообще-то есть разница для душ умерших. Одни те, которые грешили, они будут страдать, но вот праведники, они будут пребывать в мире. Конечно, понятно, что в мире с Богом. Ибо хотя в руках людей, они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия, и наказания будут многооблагодельствованы, потому что Бог испытал их и нашел достойных его. Он испытал, как дзота в гарнире, и принял, как жертву совершенную. Значит, если в глазах обычных людей праведники страдают или наказываются Богом, то на самом деле, если они в руках Божьих, то это всего-навсего испытание. Вот этот образ испытаний, проверки, он встречается в Священном Писании у пророка Исаии. Вот эта проверка сравнивается с проверкой серебра. То есть серебро бросается в огонь, примеси выгорают, остается чистое серебро. Здесь сравнение идет с золотом в гарнире, тоже сгорают все примеси, и их жертва как совершенная жертва. Следующее. Во время вздаений им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю, будут судьи племена и владычествами народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Значит, вот такой образ, ну такой понятный образ, когда мы бросаем какую-нибудь траву в костер, в огонь, то начинает загораться, такие появляются искорки, и вот так они охватывают вот этот клок травы, и он начинает плать. И вот такой вот образ, очень красивый. Понятно, что речь в данном случае идет о прославлении. Что также интересно, какие образы используются. Образ «Судить племена» и владычествовать над народами. Вот это пока идея такая немножечко необычная, но она уже встречается в Священном Писании, что когда придет Мессия, еврейский народ будет возвышен, возвышен по отношению к другим народам. Хорошо. «Надеющие на него познают истину, и верные в любви пребудут у него, ибо благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. Нечестивые же им как умствовали, так и понесут наказание за то, что предлели праведного и отступили от Господа, ибо презирающий премудрость и наставление несчастье, и надежды их суетные, труды бесплодны, и дела их непотребны, жен их несмыслены, дети их злые, проклят рот их». Здесь достаточно все понятно. Если человек пребывает с Богом, то он у Бога и останется. Фраза «верные в любви», «верные в любви к Богу» у него пребывают. Эти люди являются святыми, и на этих святых пребывает Божья милость и Божья благодать. Дальше разговор идет о нечестивых. Нечестивые же как умствовали, так и понесут наказание. Наказание этих людей будет вытекать из их грехов. Один из их грехов – это то, что они презирали праведного и отступили от Господа. Если посмотреть, за что Бог чаще всего, или так, строже всего судит людей, то это как раз неверие или отступление от Бога. Мы можем сравнить историю двух царей – царя Давида и царя Соломона. Царь Давид много чего нехорошего сделал. Но царь Давид является таким образцом веры, образцом праведного царя. И противоположность ему Соломон. Вот если посмотреть с точки зрения обычной светской этики, то получается, что Соломон же, конечно, лучше, чем Давид. Давид воевал, убивал, обманывал. У него была проблема с чужою женою, у него были проблемы с детьми, у него там много чего было. А что Соломон? А Соломон был хорошим правителем, хорошим дипломатом. Ну, даже то, что он там начал поклоняться другим богам, ну, это как бы, ну, это не так страшно, кажется. Но вот Давид – это образец, а грех Соломона привел к тому, что единое еврейское государство распалось. Почему? Давид грешил, но когда он грешил, он никогда не отступал от бога и всегда оставался с богом. Соломон не грешил так, как грешил его отец, но он отступал от бога. И вот здесь как раз вот эта проблема – человек верующий и человек неверующий. И верующие, и неверующие грешат. Но когда грешит верующий человек, во-первых, он знает, что он грешит, он знает, что такое грех. А когда он грешит, когда он раскаивается, он знает, что делать. Он знает, как исправить свой грех. Человек неверующий, во-первых, не знает, что является грехом, а во-вторых, даже если он осознал, если совесть в нем проснулась и сказала ему «ты грешник», а что делать? Что делать грешнику? Как ему исправить то, что он сделал? Для неверующих этого неизвестно. Дальше автор книги говорит о том, что надежда неверующих суетна. То есть в данном случае суетна – это бессмысленно, она рассеется. Труды бесплодны, то есть человек трудится, но не приносит плод. И более того, все, что делает неверующий, является непотребным. Да, неверующий может делать что-то хорошее, но, и это действительно будет хорошее, но в глазах Божьих эти деяния не будут спасительны. Последний, там, 12 стих. Жены их несмысленны, дети их злые, проклят род их. Для человека Ветхого Завета очень важно было сохранить род. И вот здесь есть жены, здесь есть дети, но род все равно проклят. Это очень важно. Почему? Потому что дальше автор будет говорить о людях, у которых нет детей. Самое страшное наказание с точки зрения Ветхого Завета. Но давайте прочитаем. Блаженна неплодная, не сквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блаженна евнух, не сделавши беззаконию рукой, и не помыслиши лукава против Господа, ибо даст ему особенной благодать веры и приятнейшей жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодей будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если будут, то они долгожизненны, но будут подсчитаться за ничтой, и поздние старых будут без почета. А если скоро умрут, то не будут иметь надежды и утешение день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Значит, блаженна неплодна и несквернившаяся – это не про девственницу, это скорее рассказ про женщину, которая была замужем, но, однако, у ней не было детей, потому что здесь не познала беззаконного ложа. В Священном Писании четко разделяется – есть беззаконная ложа, и есть ложа чистая, непорочная. Но в данном случае говорится о женщине, которая никогда не имела своих детей, хотя жила в браке. В Ветхом Завете награда от Господа – это дети, это богатство и долголетие. И вот здесь автор, пожалуй, единственный раз в Ветхом Завете говорит о том, что та женщина, которая была замужем, но не родила детей, то есть в семье не было детей, это все равно получит благословение от Господа. В Ветхом Завете, конечно, используется вот этот образ нерожавшей женщины у пророка Исаии, но это относится не к женщине, конкретно женщине, а к языческой церкви, или так, к язычеству. В данном случае речь идет конкретно о женщине, которая получит свою награду при воздаянии, то есть при суде. Блаженный евнух, не сделавший беззаконий рукой и не по мыслишу лукаву против Господа. Значит, о каких евнухов здесь идет речь? Здесь можно предложить несколько вариантов. Во-первых, это человек, который жил в браке, но у него не было детей, то есть как бы получилось, что он бесплоден. Еще один вариант, что это человек, которого оскопили. Сложно сказать конкретно, о каком из этих людей идет речь, но, скорее всего, автор просто проводит такое, берет большое отступление, потому что в Ветхом Завете евнухи не могли быть частью народа Божьего. Это означало, что они не могли совершать определенных там обрядов. И вот здесь же обещается, что и он получит жребий в храме Господнем. Об этом тоже говорит пророк Исаия, что наступят времена, когда и евнухи будут ходить в храм и поклоняться ему. Здесь берется такая вещь, как отсутствие детей. Еще раз, в Священном Писании отсутствие детей – это наказание. Дети – это, наоборот, благословение. Здесь все наоборот. Даже если нет детей, это не знак Божьего наказания. Человек бездетный все равно получит награду. Противоположность – это дети прелюбодеев, потому что у прелюбодеев действительно могут быть дети. В данном случае прелюбодеи – это не только те, которые нарушают седьмую заповедь истисловие, но это те, кого в Священном Писании называют отступившими от Бога. То есть почитание истинного Бога сравнивается с браком. Отступление от истинного Бога, поклонение другим богам – это духовный блуд. И вот здесь скорее дети прелюбодеев – это скорее дети неверующих, а не просто родившиеся в результате незаконного саити. Вот. Эти дети несовершенны. Семя беззаконного ложа, то есть семя ложа беззаконников, оно исчезнет. И дальше снова вот это переворачивание ветхозаветных представлений. Даже если нечестивые будут жить долго, они будут почитаться за ничто. Еще одна награда, которую Бог обещал верующим – это долголетие. Здесь говорится о том, что и неверующие могут быть долголетние, но они будут почитаться за ничто, за ничто в глазах людей, может быть, но прежде всего в глазах Бога. В позднее старости будет без почета. Вот этот образ, который встречается в Священном Писании, человек прожил счастливую жизнь, окружен своими детьми, внуками, правнуками, и он умирает насыщенными днями. Вот этого не будет у нечестивого. Когда же они умрут, то у них нет надежды и утешение в день суда. Мы все знаем, что после нашей смерти нас ждет суд. И вот какое утешение, какая надежда? Надежда на то, что мы получим вечную жизнь, утешение, что наши страдания имели какой-то смысл. Ну а для нечестивого это отсутствие надежды, отсутствие утешения, и в конце концов ужасен конец неправедного рода. Здесь все-таки возвращение к Ветхому Завету, вот этот неправедный род, который в конце концов исчезнет. Мы с вами прочитали третью главу книги «При мудрости» Соломона. Были мы с вами на библейском портале «Экзегет». И меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Спасибо за внимание. Продолжение следует...